В столице 14 часов. Мы продолжаем рассказывать о главных событиях в стране и мире. С вами Динара Саду. Добрый день. Депутаты Мужелиса приняли трехлетний бюджет. За основу взят базовый сценарий, который предполагает умеренные темпы экономики, дальнейшее снижение инфляции и стабилизацию на финансовых и товарных рынках. Максимальный объем расходов из бюджета ожидается в следующем году. Сумма может составить почти 26 триллионов тенге со снижением в последующие годы. Дефицит госказны превысит 4 триллиона тенге. Депутаты предложили свои поправки, которые также предполагают увеличение расходов. Средства, по их словам, необходимы на реализацию программы АУ и ЛБСГ, решение вопросов водоснабжения и водоотведения и другие инфраструктурные проекты. Кроме того, планируется перераспределить деньги между госорганами в связи с оптимизацией расходов. Продолжение следует... Руководитель управления природных ресурсов области подписал акты выполненных работ, которые фактически не проводились. Технический и авторский надзор, не выезжая на объект строительства, также подписали акты выполненных работ. Материалы дела направлены в суд и на информацию о порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. В АТРАО капитально отремонтируют 27 многоэтажек, а в них заменят крыши, приведут в порядок подвалы и подъезды. Кроме этого, в 9 домах установят новые лифты. Работы проводят в рамках программы Нурлежол 2025. Их планируют завершить до нового года. На следующий год запланирован капитальный ремонт еще 60 домов. Для обеспечения качества лифтовых устройств мы проведем испытания. Например, загрузим его допустимой нормой веса и проверим на прочность. Но в первую очередь выполненные работы должны удовлетворять самих жильцов. Они сами тоже примут участие в подписании актов. Возврат неиспользуемых земель продолжается в Акмолинской области. В Севере-Ментаусском районе после вмешательства прокуратуры изъяли в собственность государства 6 земельных участков общей площадью 15 тысяч гектаров. Их общая стоимость превышает 150 миллионов семья. Как выяснилось, эти наделы использовали не по назначению. Сейчас рассматривается вопрос об изъятии еще нескольких участков. По инициативе прокуратуры района в суде на рассмотрении находятся гражданские дела об изъятии 8 земельных участков общей площадью 59 тысяч гектар, кадастровой стоимостью 408 миллионов тенге. Работа в данном направлении продолжается. Свыше 180 тысяч гектаров земель вернули в собственность государства в Кустанайской области. Особенно активная передача земель идет в южных районах области. Но там возникают и спорные моменты. Подробности расскажет наш корреспондент. Амангельдинский район занимает достаточно обширную территорию. Однако кроме задействованных полей, пастбища, сенокосов, есть и неиспользуемые территории. И они вполне пригодились бы для животноводов. Без собственных угодий скот прокормить тяжело, говорит фермер Минерал Успанов. Свободных земель нет. Все земельные участки владельцев. Есть те хозяйства, которые когда-то взяли себе пашни или пастбища, но не используют их. Поэтому надо передавать на дело тем, кто готов и может работать на земле. В районе фермеры преимущественно занимаются животноводством. Например, братья Турмагамбетовы уже больше 10 лет разводят крупный рогатый скот и лошадей. Чтобы обеспечить поголовье кормами и зерном, два года назад они получили в пользу не 400 гектаров земли. Но сейчас эти угодья изъяли в пользу государства. Мы взяли эти земли, чтобы выращивать зерно, сено и другие корма. Чтобы обеспечить собственной кормовой базой свой шескот. В первый год приобрели сейлки, плуги, трактор. Только собрали технику, как у нас забрали угодья, что мы вовремя не освоили их. Местные власти пояснили, есть определенные требования по использованию сельхозугодий. Если численность поголовья не достигает половины нормы нагрузки на пастбище, то надел подлежит изъятию. Вместе с этим ежегодно сенокосы и пашни необходимо использовать по назначению. Из-за несоблюдения этих правил многие фермеры лишились своих участков. Говорит руководитель районного отдела земельных отношений Али Харгабай. В этом году в Амангельдинском районе земель мы вернули государству почти 30 тысяч гектаров. У семи крестьянских хозяйств и одного товарищества 13,5 тысяч гектаров были принудительно изъяты и включены в госфонд. Остальные возвращены в госсобственность добровольно после разъяснительной работы. Теперь изъятые земли через конкурс передадут в аренду на 49 лет, но при этом арендаторы должны иметь возможность для освоения этих угодий. Аслан Абуталипов, Магавьяхалиев, Сергей Трахтенберг, Костанайская область, 24КЗ. Отслеживать состояние земель и водных ресурсов планируют из космоса. Собственную орбитальную группировку спутников запустит Казахстан. Произойдет это в 2027 году. Сейчас летательные аппараты на стадии разработки. Впервые в истории страны собирать их будут отечественные инженеры. Как проходит процесс, показали представители Казахстана Гарш Сапары. Рауль Габитов с подробностями. На первый взгляд это типичные заводские станки. Такие обычно изготавливают полимерные материалы или металлопластик. Но на самом деле здесь происходит сложный процесс. Машина изготавливает комплектующие для орбитальных спутников. Состоят детали из легкого алюминиевого сплава, чтобы взлететь было проще. Но это лишь часть объемной работы. Детали предстоит испытать на прочность и совместимость. Проводят проверку вот в таких камерах. Испытания разные. Есть механические, акустические, термофакумные. Проверяем и устойчивость деталей к ударам. Помимо этого следует рассчитать массовые параметры космического объекта и радиосовместимость деталей. В этом кабинете сосредоточен мост космического проекта. Сидят здесь инженеры. Именно они проводят все вычисления и создают чертежи, на основе которых и ведутся разработки. Вот это у нас полезная нагрузка. Мы называем оптический полезный нагруз. То есть это фотоаппараты. У нас их две, чтобы обеспечить нужную производительность по ширине захвата. Ну то есть мы ставим две камеры друг с другом, и из-за этого наш с ним получается больше. Здесь отображены антенны для передачи данных. Вот здесь отображена камера сверхдиапазон. То есть диапазон, который позволяет видеть в другом, ну невидимом для глазу изображении. Всего в космос допустят четыре спутника. Они будут отслеживать состояние земель, водных ресурсов и анализировать изменения окружающей среды. Один из аппаратов наша страна предоставит Монголии. Об этом стороны договорились во время государственного визита Космшумарта Тукаева в Улан-Батор. Данный космический аппарат также является спутником дистанционного зонирования Земли. И она будет использоваться как раз для создания, для космического мониторинга, для создания геоподходной системы для республики, для Монголии. Проект был начат в 2023 году. Сейчас на стадии находится проектирование. Со следующего года ожидаем этап сборки. Собственные спутники, считают разработчики, сыграют важную роль в развитии науки и в целом откроют новые горизонты для космической отрасли страны. У Казахстана в космосе сейчас есть два аппарата – КАСАТ-2 и КАСАТ-3. Новые отличаются тем, что их проектировкой и сборкой полностью занимаются местные специалисты. Рауль Габитов, Нургалим Амурбаев, 24КИЗА. Ведущие международные эксперты из США, Великобритании, Нидерландов, Турции и ряда соседних государств собрались в Астане для участия в конференции, приуроченной к 20-летию ЕНТ. Она призвана объединить специалистов в область образовательной оценки для обмена опытом и достижениями. Поговорим об этом с Наужан Лидарбековой, заместителем директора Национального центра тестирования. Она подключается к нам по ЗУМу. Наужан Абсатаровна, добрый день. Добрый день. ЕНТ ввели 20 лет назад. И вот как раз-таки наш выпуск, мы были первопроходцами. И я помню прекрасное это время. Какой-то был стресс, куча некорректных вопросов. Не было никакой подготовительной базы. То есть все было очень так, знаете, как будто спешно введено. Что сейчас изменилось? Какая работа была проделана? Ну, конечно, за 20 лет ЕНТ изменилось в разы. И, конечно же, необходимо отметить, что когда вы сдавали ЕНТ, ЕНТ объединял два процесса. То есть это был вступительный экзамен в высшее учебное заведение, а также итоговая аттестация в школе. С 2017 года данный формат был изменен. Соответственно, ЕНТ теперь является вступительным экзаменом в ВУЗ и механизмом присуждения образовательных грантов. С 2021 года у нас ЕНТ проводится в электронном формате. Сейчас у нас никаких стрессов нет, потому что дети самостоятельно записываются. И у них есть в течение года пять раз сдать ЕНТ. Соответственно, мы сейчас уже работаем не только над совершенствованием проведения ЕНТ и над совершенствованием содержания единого национального тестирования. На сегодняшний день ЕНТ уже мы переходим от закрытых вопросов к более открытым вопросам. В 2024 году были введены вопросы, сопоставительные вопросы, что нам позволяет сделать первый шаг к использованию открытых вопросов в дальнейшем. Я вас, кстати, за вас здесь немножко поправлю. В 2004 году мы сдавали ЕНТ, и это были вступительные экзамены в ВУЗ, и отдельно сдавались еще экзамены в школе. Это вот просто так для информации, потому что я вспомню все прекрасно. Какие задачи стояли перед инициаторами ЕНТ? Удалось ли их решить? Ну, конечно, в первую очередь это оценка знаний. Это в первую очередь. Вторая была большая задача сделать более академическую честность, создать вокруг ЕНТ и снять стресс вокруг ЕНТ, и таким образом сделать доступное высшее образование в Казахстане. А как сейчас происходит оценивание знаний выпускников? Какие дисциплины включают? И вообще, насколько объективна картина по итогам сдачи ЕНТ? Или все-таки есть недостатки? Как будут бороться с ними, если они есть? Сейчас единое национальное тестирование проводится по трем обязательным предметам. Математическая грамотность, грамотность чтений и истории Казахстана. А также по двум профильным предметам, по которым в дальнейшем ребенок поступает в высшее учебное заведение. Хочу отметить, что в 2017 году был изменен формат ЕНТ. Соответственно, ЕНТ у нас теперь направлены, тестовые задания направлены на функциональную грамотность. Таким образом, у нас имеется возможность определить, насколько готовы дети для обучения в дальнейшем высшем учебном заведении. Вы считаете, что картина, в принципе, объективна после сдачи тестирования? Да, конечно, потому что ЕНТ является вступительным экзаменом в ВУЗ и является механизмом присуждения образовательных грантов. Конечно, мы будем работать. В целом, министерство проводит после каждого проведения единого национального тестирования анализ, согласно которому в дальнейшем совершенствуется формат единого национального тестирования, а также сама процедура проведения ЕНТ. А нужна ли специальная подготовка к ЕНТ или школьной программы достаточно? Ну, на сегодняшний день у детей очень много возможностей для подготовки к ЕНТ. На сайте Национального центра тестирования представлены тестовые задания для подготовки. Также Национальный центр тестирования с 2021 года ежегодно проводит подготовительные занятия по всем предметам единого национального тестирования, чтобы у всех детей была возможность подготовиться к ЕНТ. А также у всех детей имеется в личном кабинете анализ, тематический анализ, согласно которому дети могут с каждым разом для подготовки к следующему ЕНТ проанализировать, по каким предметам, по каким темам у них западают, и они могут поработать на наилучший результат. Спасибо вам большое за уделенное время. Хорошего вам дня. Наужан Гидарбекова, заместитель директора национального центра тестирования, была с нами на прямой связи по ЗУМу. 28 тысяч школьников в Астане еще учатся в третью смену. Это учащиеся от третьих и четвертых классов. Ставить в дополнительную смену старшие классы не позволяет большая нагрузка, а первоклассники пока только адаптируются к школе. В проблеме разбиралась Бутагос Базарбаева. 74-я школа в Алматинском районе столицы – одна из переполненных. Родители с сентября пытаются убедить администрацию. Ставить 9-летних детей в третью смену неправильно. Они не успевают усвоить материал. К тому же взрослые боятся за их безопасность. Уроки заканчиваются в 8-м часу вечера. Это в начале 5-го уже начнет темнеть сейчас зимой. Плюс еще морозы. Когда все дети уже начинают ко сну готовиться, если условно так сказать, начинают домашние задания делать ко сну готовиться. Наши дети только в школе раскладываются свои книжки, учебники и начинают учебу. Как степень восприятия, как они материал будут. В полдевятого домой приходят, пока переоденутся, пока ручки помоют. То есть уже 9 часов. Они не то что уроки делают, они даже покушать не успевают. 37-я школа с русским языком обучения в микрорайоне одна. При вместимости 3,5 тысяч учеников здесь обучают на тысячу больше. 180 детей пришлось определить в третью смену. Уроки сократили до 40 минут. В третьей смене обучаются учащиеся начальной школы, так как у нас с 5-го по 11-й класс это невозможно осуществить, так как у нас по учебной программе, по соответствии с учебным планом нагрузка большая. Мы их не можем посадить в три смены. В третьей смене обучаются только учащиеся начальной школы и причем обучаются учащиеся только в третьих-четвертых классах, так как первые и вторые классы, они еще менее организованы. Можно или не можно, мы должны обучать детей. Если они к нам пришли, мы должны их обучить. Классы может разгрузить комфортная школа по соседству, рассчитанная на 4 тысячи учеников, рассказывают педагоги. Ее сдачу ожидают в следующем сентябре. К слову, всего по нацпроекту в стране построят 217 школ на 460 тысяч мест 16. Уже сдали половину из них в Астане. Я бы хотел порекомендовать, чтобы немного еще подождали, потому что в целом по Астане в рамках нацпроекта строится 23 школы. Это у нас на более чем на 80 тысяч мест. 9 школ уже открыто. До конца года еще планируется ввести 9 школ. То есть в целом трехсменное обучение именно по Астане решится в этом году. За счет средств Фонда поддержки инфраструктуры и образования финансируется возведение 80 школ, больше половины из которых уже сданы в эксплуатацию. Сейчас в трехсмены работают свыше 100 образовательных учреждений. Проблему в профильном ведомстве планируют решить в ближайшие 5 лет. По поручению президента до 30-го года введут полтора миллиона ученических мест. Бутогос Базарбаева, Марат Диханбаев, 24КИЗ. На другим темам 280 человек за два дня задержали правоохранительные органы страны. Все они находились в розыске за совершение различных преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, грабежей. Некоторых подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью и наркоторговли. За пределами Казахстана арестовали 33 преступника по запросу других государств, 145 лиц. Кроме того, сотрудники полиции установили местонахождение 53 без вести пропавших. Вопросы противодействия коррупции обсуждают на международной конференции в Астане. В ней участвуют представители профильных ведомств из Гонконга, Катара, Китая, Южной Кореи и других стран. Они делятся опытом по возврату незаконных активов, внедрению цифровых технологий, оценке коррупционных рисков и применению превентивных мер в борьбе со взяточничеством. Вопросы противодействия коррупции – это приоритет нашей государственной политики. Глава государства отмечал, что бескомпромиссная борьба с коррупцией будет вестись вплоть до ее искоренения. И во всех стратегических документах этот тезис отмечен. Поэтому международному сотрудничеству мы придаем особое значение, поскольку коррупция имеет транснациональный характер. Вы все знаете, что коррупционеры зачастую выводят похищенные средства за рубеж. И возвращать эти незаконные приобретенные активы возможно только лишь путем эффективного взаимодействия с нашими коллегами за рубежом. Отрадно отметить, что Казахстан является передовой страной среди стран Центральной Азии именно в реализации превентивных мер в области коррупции. Особенно в обеспечении добропорядочности, внедрении комплайнс-контроля в квази-государственных органах и так далее. И, конечно же, Узбекистан тесно сотрудничает с Казахстаном, с нашими коллегами. И мы, конечно же, опыт, передовой опыт или же положительный опыт, конечно, для нас тоже очень важен. И мы будем в дальнейшем имплементировать опыт Казахстана. Казахстан В нем находились 276 пассажиров. Сообщается, что никто не пострадал. В некоторых городах закрыли школы и остановили работу муниципальных служб. Спасательные работы проводятся с помощью вертолетов и военных подразделений. Власти предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшие дни и призвали жителей сохранять осторожность. Десятиэтажный отель обрушился в Аргентине. ЧП произошло в городе Велья-Хесель. Погибли два человека. Причины происшествия пока неизвестны. Предполагается, что внутри находились рабочие, которые проводили строительные работы. По сообщениям официальных лиц, арестованы четыре человека, связанные со строительством. Около 20 человек получили ранения в результате столкновения между полицией и сторонниками экс-президента Боливии Эва Моралеса. Инцидент произошел в городе Морана в департаменте Санта-Круз. Шахтеры и фермеры сторонники Моралеса перекрыли главные улицы и проезжие части. Для их разгона стражи порядка применили слезоточивый газ. В ответ протестующие бросали камни. Уже больше двух недель сторонники бывшего президента блокируют дороги по всей стране в его поддержку. Дело в том, что Эва Моралес намерен вновь баллотироваться на президентских выборах в следующем году. Однако нынешний президент Луис Арсе также будет участвовать в президентской гонке. Напомню, что в 2019 году Моралес ушел в отставку. Его обвиняли в фальсификации выборов. Уже более 50 миллионов американцев досрочно проголосовали на президентских выборах в США. Согласно данным подсчета системы Университета Флориды, примерно 39% из этих избирателей являются зарегистрированными демократами. Около 36% республиканцами. При этом 41% всех проголосовавших старше 65 лет. Отмечу, голосовать досрочно могут жители густонаселенных штатов Америки. Это сделано, чтобы облегчить избирательный процесс и уменьшить нагрузку непосредственно в день выборов. Право голоса имеют все граждане, достигшие совершеннолетия. Тем временем, по результатам большинства опросов, шансы республиканца Дональда Трампа и кандидата от демократов Камалы Харрис практически сравнялись. Согласно подсчетам Эмерсон колледжа, претендентов поддерживает по 49% избирателей. Цены на бензин упадут из-за переизбытка нефти в течение двух лет во всем мире. Всемирный банк ожидает, что в следующем году предложение будет превышать спрос в среднем на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это обусловлено снижением спроса и перехода на возобновляемые источники энергии в Китае. Вслед за топливом ожидается удешевление продуктов питания и промышленных сырьевых товаров. Падение цен на продовольствие и энергоносители должно облегчить Центробанком задачу по контролю инфляции. В том числе способствует снижению процентных ставок, говорится в отчете Всемирного банка. При этом котировки нефти все еще зависят от ситуации на Ближнем Востоке. В случае обострения конфликта ценные бумаги могут подорожать до 84 долларов за баррель. И к самой ситуации на Ближнем Востоке число жертв атаки израильских военных по населенному пункту Бейтлахия превысило 100 человек, больше 25 из них дети. Десятки людей получили ранения. Об этом заявили в подконтрольном Хамас Минздраве Газы. Израильский удар пришелся по пятиэтажному жилому дому, где проживают внутренне перемещенные лица. В момент атаки там находились около 200 человек. Десятки остаются под завалами разрушенного здания. При этом израильская армия не прекращает артиллерийский обстрел местности рядом с больницей Камаль Адван, куда доставляют раненых после этой бомбардировки. Напомню, на прошлой неделе армия обороны Израиля призвала жителей северных регионов сектора Газа покинуть свои дома. Военные раскидали листовки с требованием покинуть территорию в городе Бейтлахия в связи с возобновлением военных операций на севере Анклава, в результате которых Цахал фактически изолировал города Бейтханун, Джабалю и Бейтлахию на крайнем севере Анклава от города Газы, перекрыв сообщения между двумя территориями. Тогда из региона эвакуировались свыше 20 тысяч человек, однако тысяча жителей отказались уходить из-за отсутствия безопасных убежищ. Запрет Израиля на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ может привести к росту смертности среди детей в секторе Газа. Об этом заявили представители детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Организация, в которой работают тысячи волонтеров, обеспечивает большую часть населения Анклава продовольствием и предметами первой необходимости. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации Палестино-израильского конфликта в Анклаве погибли свыше 13 тысяч несовершеннолетних. Тысячи умерли от болезней и нехватки продовольствия и воды. Напомню, ранее парламент Израиля, Кнесет, запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН на подконтрольных территориях для помощи палестинским беженцам. Власти Израиля неоднократно обвиняли Бапор в сотрудничестве с Хамас. Связь некоторых сотрудников с палестинским движением была подтверждена. Запрет работы агентства на территории сектора Газа в ближайшем будущем приведет к краху гуманитарной системы Анклава. Мы не сможем доставлять и распределять в регион гуманитарные грузы. Это вакцины, зимняя одежда, предметы личной гигиены, медикаменты и продукты питания. Мы полагаем, что это решение также приведет к росту гибели среди детей сектора Газа. Переговоры о прекращении огня между Израилем и группировкой Хизбулла находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщает израильский портал ЮНЕЦ со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По данным источника, спецпосланник США по Ливану Амас Хохштейн может посетить обе страны до 5 ноября, чтобы завершить работу над соглашением. Документ включает в себя несколько пунктов, один из которых – выполнение резолюции Совета безопасности ООН. Она предполагает прекращение огня между движением Хизбулла и Израилем при условии, что Ливан будет включен в мирные инициативы по газе, а также меры по предотвращению перевооружения группировки и блокирующей поставки ей оружия по воздуху, суше и морю. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в Дохе в начале недели. Это первая такая встреча на высоком уровне за последние два месяца. Власти Ирана планируют увеличить расходы на военные нужды со следующего года на 200%. Таким образом, показатель увеличится втрое. Об этом заявила официальный представитель иранского Кабмина Фатеме Махаджерани. Заявление прозвучало на фоне роста агрессии в отношении Ирана с Израилем и обмена ударами между двумя странами в последние месяцы. Напомню, 26 октября армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военным объектам на территории Ирана. Атаки подверглись заводы по производству ракет, а также ракетные комплексы класса «Земля-воздух» и дополнительные иранские воздушные средства. Как пояснили в Цахал, это были ответные меры на многомесячные непрекращающиеся атаки со стороны иранского режима. Вернемся к событиям в нашей стране. Ежегодно в Карагандинской области производят больше миллиона тонн овечьей шерсти, но сбывать ее некуда. Животноводы жалуются, что шерсть никто не покупает, ее приходится просто сжигать. Тогда как натуральный животный материал можно использовать при изготовлении стройматериалов или даже удобрений. Леона Жамлеханова разбиралась в ситуации. В Карагандинской области в основном производят грубую шерсть овец, которая состоит из разных типов волокон. Среди производителей такая шерсть особым спросом не пользуется, рассказывает заместитель Акима Карагандинской области Боржан Асанов. В регионе нет предприятий, которые бы занимались ее переработкой. Местные власти теперь в поиске инвесторов, готовых наладить производство продукции из шерсти. К нам обращаются инвесторы, мы готовы их поддержать через социально-предпринимательскую корпорацию, удешевленные кредиты. Ну где-то подвезти, может быть, инфраструктуру им и так далее, и так далее. Сейчас у нас ведутся переговоры, но такая проблема на сегодняшний день не существует. Год на год не приходится. В прошлом году определенный спрос на шерсть был. Есть компании, есть перерабатывающие предприятия, которые закупали. Ну, конечно, по очень низкой цене. Овечья шерсть применяется не только для изготовления одежды, но и служит утеплителем для стройматериалов. Кроме того, ее добавляют в различные удобрения для растений. Но сейчас карагандинские фермеры шерсть просто сжигают. К примеру, в крестьянском хозяйстве Отканжар в селе Изинды в складах хранится 15 тонн шерсти. Канат Уторбаев говорит, что его сырье отлично подходит для изготовления ковров. Правда, в последние годы покупателей нет. Сейчас в моем хозяйстве 10 тысяч овец. Раньше шерсть у нас покупали хотя бы перекупщики. Сейчас и их нет. У моих овец качественная шерсть. Мы сами тоже ищем пути продажи. Но пока все безрезультатно. Раньше ее использовали при шите костюмов, текстиле. Если я ее не буду хранить в сухом помещении, то она потеряет свое качество. Приходится сжигать тоннами. Ежегодно в карагандинском регионе фермеры производят более миллиона тонн шерсти. И большую часть животноводам приходится утилизировать. Потому как хранить долго ее невозможно. Шерсть может стать источником распространения инфекций. Лиана Жамлихан, Васаря Накамбаев, Зарина Зулпыхарка, Рагандинская область, 24КЗ. В Казахстан с официальным визитом прибыл президент Международной федерации Дзюдо Мариус Визар. Почетного гостя в Международном аэропорту Астаны встретил министр туризма и спорта Ербол Морзабосанов. В нашей стране глава АИЖФ планирует посетить дворец единоборств имени Жаксылы Кошкемпырова, Бары Сарену, а также ознакомиться с ходом строительства Национального университета спорта в Астане. Кроме того, запланированы встречи с ведущими спортсменами и тренерами, на которых обсудят вопросы, связанные с развитием дзюдо в стране. Мы видим, насколько качественно развивается дзюдо в Казахстане. Последние Олимпийские игры в Париже тому доказательство. У вашей страны огромный потенциал. Совместно с казахстанской стороной мы будем разрабатывать новые программы развития в преддверии следующих Олимпийских игр. Также мы очень гордимся тем, что в 2027 году в Казахстане пройдет чемпионат мира по дзюдо.